Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. В студии Светлана Удельная, Игорь Рысев. И, как всегда, по вторникам мы обсуждаем опрос в газете «Источник новостей». Рубрика «Выбор города». В гостях у нас Василий Юмшанов, главный редактор газеты. Василий, добрый день. Здравствуйте. Тема на этой неделе была «Охотники за педофилами. Это почему выбрали?» Ну, прежде всего, потому что такое явление, как так называемый «Охотники за педофилами» достигло уже города Кирова. То есть в начале сентября несколько молодых людей создали в Кирове движение «Антипедофил Вятка», так оно называется. И они действуют по довольно-таки обычной для данной ситуации схеме. То есть участники этого движения, активисты находят любителей клубнички в социальных сетях, заводят с ними потом переписку от имени несовершеннолетней девочки, и назначают свидание. И вот когда уже гость приходит на свидание, то вместо девочки он встречается с крепкими ребятами, с камерами в руках. Ну а после же этого видео, этого серьезного разговора появляется на просторах интернета. Ну то есть они ничего не делают с этим преступником, да? То есть его просто снимают на видео, потом вот выкладывают в интернет, и получается такое... Нет, ну почему там, например, судя по этому, по последнему ролику, они заставляли его там дать признание в том, что он педофил. То есть они заставили его взять плакат, там на конторе было написано, что... Признался? Он признался, конечно. Там другого выхода, по-моему, просто не было у него. Кого-то обливает краской тоже. Можно посмотреть это в интернете. Я, кстати, посмотрела приличное количество этих роликов, много там можно всего найти. Действительно, в интернете так вычисляют преступников, педофилов, встречаются с ними, снимают это на камеру. Но при этом посмотрела я и комментарии юристов, как раз с этими людьми, которые совершают такой вот самосуд, по идее ничего и не сделаешь никак. Как ты к ответственности их не привлечешь, кроме как, не знаю, как к хулиганству. Ну разные точки зрения как раз существуют, я предлагаю эту тему и обсудить. Да, слушатели, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе 708-502, это наш номер телефона, прямой эфир. Ваша точка зрения. Охотники за педофилами. Это, пожалуйста, точно такой же опрос, как и в газете «Источник новостей». Вы можете, кстати, найти у нас на сайте www.hackirova.ru. Заходите туда, пожалуйста, проголосуйте, поставьте галочку напротив ответа, который вам нравится больше всего. И еще такой же опрос есть и у нас на страничке ВКонтакте. Заходите туда тоже. И не забывайте про нашу видеотрансляцию, тоже есть у нас на сайте. Можете еще и ее включить. С вашей точки зрения, да, педофилы кто это? Какое-то вот определение можете ли вы дать? И ваши отношения нужны ли они в принципе? Ведь, наверное, есть и такая точка зрения. Ведь, получается, если есть... Ну, раз они появились, раз они есть, значит, они нужны. То есть, как там, если что-то там зажигается, то нужно кому-то. Вот, собственно, охотники за педофилами зажглись. Давайте я расскажу... Ну, кстати, вот один вариант, один из ответов. Результат плохой работы полиции, да? Сколько человек проголосовали? Давайте, то есть, в целом о цифрах поговорим. Я расскажу о цифрах. Вот мы в ходе опроса... Мы на улице города просили 840 человек и задавали вопрос охотники за педофилами. Кто они? И вот, прежде всего, замечу, что 5% кировчан, опрошенных нами, сказали, что готовы присоединиться к группе активистов. На четвертом месте 11% считают так называемых охотников бездельниками. На третьем месте 13% кировчан говорят, что это преступники. И так второе место 34%, то есть здесь уже есть отрыв, называют интернет-борцов с педофилами народными героями. Прошу заметить, 37% и 34% практически одинаково. Да, разрыв очень маленький. 37%, то есть выбор города. Большинство ответило, что это результат плохой работы полиции. Да, и 34% то, что это охотники за педофилами, это народные герои. 708-502, номер прямого эфира. Можете высказать свою точку зрения по этому поводу и пишите смс на номер 8909-720-101-0. Обязательно подписывайтесь лучше всего в начале сообщения, чтобы я прочитал это ваше сообщение. Да, но тема на самом деле серьезная и говорить-то о ней не так уж и просто, потому что когда представляешь действительно, кто такой педофил и что он делает, то порой хочется и самой что-то с ним сделать. Ну вот что бы ты сделала сама? По сути, исходя из результатов этого опроса, мы говорим о том, что это действительно 37% результат плохой работы полиции, что тебе уже хочется что-то с этим сделать, потому что ты постоянно слышишь об этом сообщение. И постоянно об этом слышишь, но при этом, мне кажется, это нормальная реакция человека, когда ты узнаешь вот такие вот подобные, о подобных случаях, вот как, например, у нас жители Оречи, 27-летний мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Ну вот какие мысли могут приходить на ум? Слушатели? Нет, нет, мы сейчас дозвонились. Да, на линии Владимира Шабардина, полномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Да, вы тоже приняли участие в вопросе газеты «Источник новостей» и дали ваш комментарий, хотели бы мы его услышать. Ваша точка зрения, охотники за педофилами, кто это? Охотники за педофилами, надо этих людей все-таки делить на две составляющие. Первое – это искреннее желание молодых людей помочь оплавливать вот таких, я назову их, подонков. Но нужно понимать, что сексуальное насилие над детьми порядка 86-87% это решает ближние, родственники, отцы, отчимы, дяди, тети. Ну то есть их уже в интернете так не заманишь ничем? Вот тот круг людей, за которыми охотятся, охотники за педофилами, вот то, о чем вы говорите, это порядка 3-4% людей. То есть понятно, что каждый выловленный, будем говорить так, педофил, и наказанный, я хочу подчеркнуть, наказанный – это хорошо. Но нужно относиться к этому очень осторожно, потому что в регионах уже появились факты, когда под видом борцов за педофилами просто появились обычные вымогатели. То есть они действительно оплавливают таких людей, после чего он начинает или требовать деньги, или другие материальные блага, да, пригреваются вот там хорошей борьбой. Вот. Я все-таки сторонник того, что если у людей имеются вот эти факты, нужно собрать доказательную базу и таких людей подобных отдавать полиции для того, чтобы они понесли заслуженное наказание. Ну а достаточная была бы эта доказательная база, ну включая какую-то переписку в интернете непонятную с анонимами, к примеру, и вот это видео, где просто человек приходит там навстречу с кем-то. Ну, у нас существуют сейчас способы видеофиксации, вот они и появляются в интернете потом, правильно? Ну да, ну то есть... В одной из соседних республик, я видел, недавно появился ролик, как одного из местных деятелей культуры там поймали, но там была вызвана полиция, и эти молодые люди этого человека передали с рук на руки сотрудникам полиции. То есть получается, что деятельность достойная, да? Хорошо, что в интернете разыскивают педофилов, только вот результаты в итоге не совсем, да? Деятельность достойная, если она не заканчивается самосудом или линчеванием на месте, или просто вымогательством денег. Вы проголосовали за какой ответ? Ну вот у нас несколько. Все-таки вы согласны с тем, что это результат плохой работы полиции, если все-таки такие люди появляются? Нет, еще раз я прошу назвать там ответы, которые, да? Потому что я не слышал в предыдущей части вашего разговора. Ну вот, результат полиции, плохой работы полиции, один из вариантов ответов, либо же охотники за педофилами, это народные герои, преступники, бездельники, я готов к ним присоединиться. Ой, нет, там я не входил в голосование, меня просили дать комментарий к этому вопросу. Но если бы вам пришлось выбирать из этих вариантов? Это пришлось выбирать, наверное, все-таки первый вариант. Результат плохой работы полиции? Ну, если бы проблема была только в полиции, у нас проблема есть еще в равнодушии общества определенную. А каким образом может общество здесь поучаствовать? Вот оно вроде бы участвует. И все равно вскрываются факты, что это общество... Ну, сейчас я нахожусь в Казани, да, мы обсуждаем в том числе эту проблему. И вот только что выступал Следственный комитет, мы обсуждали, разговаривали. Вот соседи видели, что вот этот человек явно выражает неравнодушие, не в хорошей степени, свои патчеры. Но выяснено это было только через 4 года. То есть на протяжении 4 лет этот человек совершал действия насильственного характера. Соседи фактически все это видели. Но никто ни о чем не сказал, никуда не обратился. Вот пример равнодушия и, соответственно, отсутствие наказания. Насколько в Кирове большая эта проблема? Ну, то, что интернет кишит этим всем, и федеральные каналы показывают бесконечно все эти сюжеты, это одно дело. У нас в Кирове как? Вот случай. 27-летний отец изнасиловал 3-летнюю дочку свою. Вот смотрите. О серьезности проблемы может судить тот факт, что месяц назад у нас было соглашено тройственное соглашение. Подписано. Это я уполномочен по правам ребенка в Следственный комитет. и комитет по социальной политике о программе реабилитации детей, ставших жертвами сексуального насилия. По прошлому году у нас 72 факта по первому полугодию, этого года 37. То есть в нашей области счет выявленным жертвам идет на десятки в год. То есть проблема есть. Она реальна. Вас услышали. Спасибо за комментарий. Спасибо большое. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, был с нами на связи. 708-502. Набирайте вы нас. Это прямой эфир. И обсуждаем мы сегодня рубрику «Выбор города». Газета «Источник новостей». Сегодня тема «Охотники за педофилами. Это». Несколько вариантов ответов было в газете. Лидирует ответ. Охотники – это результат плохой работы полиции. Проголосовали 37%. Проголосовать можете и вы. У нас на сайте www.hackero.ru Заходите, голосуйте. Какие у тебя эмоции вызвали эти ролики, но ты, говоришь, смотрела их? Ну, я все-таки считаю, что если такие люди появляются, значит, эта проблема действительно огромная. Нет, я имею в виду, вот смотри, напишет Марина, «Видела ролик про наших охотников за педофилами. Была шокирована огромным количеством нецензурной брань и прочих пошлостей. Я разочарована». То есть, с одной стороны, дело может быть и хорошее, но как-то вот не с той стороны, видимо, заходят. Или неправильно его выполняют. Ну, как говорит Владимир Шабардин, действительно, дело-то, может быть, и неплохое, но результат все-таки самосуд. Плюс еще к тому, да, в любом случае это плохо, потому что это же тоже, получается, преступление. Мы, кстати, неоднократно пытались выйти на этих людей, переговорить с ними, спросить их мнение, но они очень неохотно выходили и обосновали. И общение с журналистами говорили, что им просто не нужно. То есть... А почему как? Они же... Получается, что они за благое дело? Вроде бы как, с одной стороны, и да, но с другой стороны, вроде бы как, и нет. То есть отношения тут совершенно двойственные к этому, ко всему. Вы выходили на тех, которые из Кирови, да? Да. И, кстати, мы, то есть, звонили трем людям, то есть кто там присутствовал на видео, да, потому что... Ну, трем организаторам этого течения. И после всех звонков, после всех кратких переговоров они почему-то решили удалить свою группу ВКонтакте. Может быть, испугались, может быть, еще что-то. Ну, а вот вам хоть как-то удалось пообщаться? Может быть, они там не согласились с вами встречаться, но так или иначе на какие-то вопросы ответили? Нет, они просто сказали, извините, мы не доверяем журналистам. И все, повесили трубку. Очень интересные люди. Мне кажется, все-таки они подразумевают то, что у них могут появиться какие-либо проблемы с законом, так или иначе. Поэтому, ну, раскрывать себя, ну, пытаются себя не раскрывать. Ну, все-таки интересно, это те люди, которые так или иначе как-то столкнулись с этим, или просто это вызывает в них вот такое реальное возмущение? У меня такое ощущение, что половина из этих людей, ну, вот на самом деле, как есть вариант его источника, это бездельники. Ну, то есть, это развлечение. Для половины из них точно. Ну, вот у меня такое ощущение. Если кто-то нас сейчас слышит из этих людей, которые этим занимаются, опровергните это мнение мое. Да, но если вы делаете действительно благое дело, скажите об этом публично. В этом же ничего такого нет. 708-502, пожалуйста. Но в то же время, как я сейчас знаю, они уже анонсируют второй ролик. То есть, второй человек у них уже якобы пойман. С другой стороны, можно было, ну, как бы делать это без, ну, такой помпезности и шумихи. То есть, охотники за педофилами, ролики в интернете. Можно было просто работать с полицией на самом деле? К примеру. Да, и, кстати, насколько я знаю, вот, например, в Бурманской области недавно по инициативе ОМВД, то есть, было заключено соглашение с охотниками за педофилами. То есть, они сейчас начинают работать уже в связке. Может быть, и в Кире как-нибудь. Это где такое? В Мурманской области недавно. Вот, кстати, надо у нашей полиции узнать, готова ли она к такому сотрудничеству. Да, но если наша полиция готова к народным дружинникам, да, сотрудничать с ними, выходить на улицу, то почему бы вот в такой бы, в таком направлении не поработать, да, не на улице выходить, а может быть, в интернете как-то поработать? А, кстати, хороший был бы вариант еще и дружинникам, ну, сейчас, если мы немножко отойдем в сторону от педофилов, эти же камеры, к примеру, давать дружинникам на всякий случай, чтобы они тоже ходили и всех снимали, кто нарушает или что-то еще. Почему бы нет? Ну, может быть, в этом направлении, да, как-то развиваться. Как вы думаете, эта проблема действительно, она вот становится, я говорю сейчас про педофилию, сейчас как-то развивается, либо просто раньше об этом молчали, но сейчас же столько информации об этом, это даже в голове не укладывается. Василий. Кстати, вот по поводу еще вариантов, ответа хотел добавить, то, что руководитель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров назвал это явление и охотников за педофилами фашистами. И вот мы тоже проводили свое расследование неделю назад, и как оказалось, ну, есть такое предположение, да, вообще в Кирове о том, что якобы это все организуют не анацисты. Ну, по сути своей, это так и есть. Изначально этим стал заниматься небезызвестный человек по кличке Тесак. Ну, может быть, подробно сейчас сдаваться не будем, но, да, я с этим не полностью согласен. Но, с другой стороны, при обешивании людей ярлыками, если они делают какое-то благое дело, ну, то кем бы они ни были, бог уж с ними, бог им судья, как говорится. Как-то было в другом вашем опросе, по-моему, по поводу религии. Да, то, что касается цифр, от 10 до 100 тысяч детей, занятых в детской порноиндустрии, в интернете постоянно действует 750 тысяч педофилов, ежедневно в сети появляется свыше 200 новых детских порноизображений, это только официальные данные. Это откуда такие цифры? В результате, скорее всего, эти цифры намного больше. Последняя информация по России у нас. 708-502, пожалуйста, набирайте нас, это прямой эфир, подключайтесь к нашей беседе, и не забывайте также еще один номер для ваших самой сообщений, 8909-720-101-0, пожалуйста, пишите, обязательно подписывайтесь. Ну, у нас сейчас на линии руководителя следственного отдела по Оречевскому району Михаил Беязев, Безяев, извините, вот так. Михаил, добрый день. Добрый день. Да, говорим мы сегодня про охотников за педофилами, тема у нас такая, опрос в газете «Источник новостей». Ну, вначале я и у вас хочу поинтересоваться, какой вариант ответов вы бы выбрали. Все-таки это результат плохой работы полиции, народные герои, преступники, бездельники, или же я готов к ним присоединиться? Вы что думаете? Если честно, я не понял вопрос насчет, кто герои? Охотники за педофилами. Ну, знаете, вот... Те люди, которые совершают самосуд над педофилами. Ну, данная тема для нашего района не актуальна. Преступления, связанные с педофилией, выявляются... Нет, ответьте на конкретно поставленный вопрос. Охотники за педофилами. С вашей точки зрения, это кто? Это герои или же нет? Или это преступники? Ну, каждое преступление должно быть и наказано, установлено в законном порядке, поэтому самосудом заниматься, конечно, нельзя. Данные люди, а имеют педофилы, должны передаваться суду справедливому. Ну, вот вы слышали, да, что появились вот такая группа людей, которая занимается непосредственно самосудом. То есть они назначают от имени маленьких, там, мальчиков, девочек встречи педофилам в интернете. И когда приходят на встречи, они снимают их на камеру и пытаются взять у них признательные показания о том, что они вот являются педофилами. Вот как вы считаете появление такой группы людей, такой группы лиц? О чем это говорит? О том, что общество назрело к тому, чтобы уже само как-то бороться с педофилами. Это результат плохой работы полиции или что? Ну, я думаю, что появление такой прослойки людей вызвано определенными проблемами в нашем обществе. Вызвано как раз увеличение количества данных из данного вида преступлений. А причина в этом это, конечно, совокупность обстоятельств. Во-первых, возросшее количество самих таких людей, педофилов. А вот откуда этот всплеск, как вы считаете? Вот откуда этот всплеск? То есть за последние пару лет сообщения увеличились в геометрической прогрессии появления педофилов. Ну, в частности, об их задержаниях. То есть я не говорю о том, сколько их было там 4 года назад и 2 года назад и сейчас. Но просто о задержаниях мы стали слышать намного чаще. Ну, тоже многоаспектный вопрос. Во-первых, увеличилось количество таких людей, которые совершают данное преступление. Вот. А во-вторых, они стали больше говорить, потому что общество это стало интересно. Вот. Ну, и в-третьих, работа органов внутренних дел по выявлению данного вида преступлений. Михаил, давайте ближе к конкретике. У вас случай был, насколько я помню, в мае, вот как раз сегодня уже несколько раз говорил, 27-летний молодой человек изнасиловал трехлетнюю дочь. Было дело? Ну, не совсем правильно. Не изнасиловал, а совершил насильственное действие сексуального характера. То есть изнасилование это непосредственно совершение полуакта, но в данном случае, в нашем конкретном случае, полового акта не было. Были насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния. Вот, в силу возраста девочка просто не могла понимать характер совершаемых с ней действий. Вот. И, соответственно, чем ее родной отец и воспользовался. Что грозит теперь этому человеку? Данному человеку, в соответствии, с пунктом Б, части 4, статьи 132 Уголовного кода Российской Федерации грозит наказание в виде лишения свободного срока до 20 лет. И, вот, практика, как показывает практика, такие люди чаще все-таки какие сроки получают? Максимальные? Такие люди получают сроки в среднем от 15 до 17 лет. В зависимости от количества эпизодов преступной деятельности. Если это один эпизод, то, соответственно, человек получает меньше, а если это серия, то практически приближается к максимальному наказанию. А вот ваше мнение, как человека, а не как должностного лица, вот, что, как нужно наказывать этого человека, этого отца? право на искупление своих грехов перед обществом не давать? Я думаю, ну, исходя из моего профессионального опыта, данные люди неисправимы. То есть, у нас в 2000-х годах было совершено аналогичное преступление, там просто девочка была повзрослее, вот, но она страдает психическим расстройством, чем и воспользовался ее, так скажем, отчим. Вот, отсидев пять лет за изнахилование, он вышел на свободу и через спустя буквально два года совершил насильственное действие сексуального характера в отношении девочки, школьницы, которой было на тот период восемь лет. Вот, соответственно, я считаю, что данное люди, они просто неисправимы. Рано или поздно они совершат аналогичное преступление против половой свободы, половой неприкосноведности личности, поэтому только изоляция от общества, ну, по крайней мере, от данной категории певиц, потерпевших. Спасибо вам большое за комментарий, мы услышали. Михаил Безяев, руководитель следственного отдела по Уричевскому району. С нами на связи. 708-502, это номер для ваших звонков, прямой эфир, обсуждаем мы сегодня рубрику «Выбор города», опрос в газете «Источник новостей», такой же опрос есть и у нас на сайте www.kirova.ru и можете найти также на страничке ВКонтакте тоже такой же опрос, голосуйте и там, либо пишите смс-сообщение 899-720-101-0, подписывайтесь. Ну, вроде все сказали, давайте мы с вами пообщаемся, но после рекламы. Да. Эй, 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 куда? Реклама! Ваш организм чувствителен к изменениям погоды? Насколько безопасно солнечное излучение для вашего ребенка? Все это подскажут вам современные метеоприборы. Электронные термометры, барометры и метеостанции в широком ассортименте представлены в техцентре «Венсис». Техцентр «Венсис». Степана Халтурина 87. Телефон 644-444. Оборудуйте квартиру собственной метеостанцией. «Венсис». Новейшие технологии комфорта. Гриль-бар «Конюшня». Большой выбор стейков, приготовленных на открытом огне от 385 рублей. Настоящий стейк Нью-Йорк из мраморной говядины с картофелем, сыром и зеленью всего за 595. В воскресенье скидка на все меню и бар 20%. Гриль-бар «Конюшня». Ленина 82. Телефон 6410-86. Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдете эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. Воровского 43. Вы носите очки? Этот недостаток легко превратить в достоинство. Стоит лишь зайти в салоны «Люкс Оптика». Лучшие линзы немецкого концерна «Карл Цейс» и роскошная коллекция оправ ждут вас в салонах «Люкс Оптика». Изготовление очков и диагностика зрения для клиентов оптики бесплатно. Салоны «Люкс Оптика». С нами виднее. Где карта, Билли? Чтобы искать сокровища, нужна карта. Чтобы найти работу, нужен Headhunter. Headhunter. Хорошая работа, хорошая жизнь. hh.ru Читайте в свежем номере журнала «Домой», строительство и ремонт. Как не замерзнуть в холода? Сравниваем и выбираем обогреватели. Альтернативный вариант батарей – водяной теплый пол. Особенности монтажа. Сентябрьский номер журнала «Домой». Ищите в строительных и мебельных магазинах города. Ограничение для лиц до 12 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Домой разворот» Кирове. Светлана Удельна и Игорь Рысев. В гостях у нас Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Все потому, что мы обсуждаем сегодня рубрику «Выбор города» в газете и опрос сегодня «Охотники за педофилами» – это. И вот как раз слушатель до нас дозвонился, узнаем его точку зрения. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, прямой эфир, представьтесь. Леонид, город Киров. Леонид, мы вас слушаем. Вот я бы хотел высказаться, почему. Ну как можно считать за человека, человек, который ребенка изнасиловал в три года, или я видел сироту? Ну как, выводы вот я делаю, таким людям жить нельзя. Ну давайте мы будем делать выводы по другому вопросу. Мы сегодня говорим о том, кто такие охотники за педофилами. Вот для вас это кто? Вот эта группа людей? Это не людей. Нет, нет. Мы сейчас говорим, нет, услышите, Леонид, не про педофилов, а про тех людей, которые совершают самосуд. То есть они в интернете связываются с этими людьми, которые вот как раз педофилы, встречаются с ними, снимают их на камеры, ну то есть пытаются эту проблему как-то самостоятельно решить, не привлекая полицию. Вот именно к этим охотникам как вы относитесь? Я считаю, что они молодцы, они хорошо делают. Почему? Потому что наши органы, правоохранительные суды, как бы, ну дадут они 10 лет одному педофилу, через 3 года его отпустят. И считают, что он больной человек. Ну, больных надо лечить, я так понимаю. Вот мое мнение. Ну получается, что как раз эти охотники, они находят, они снимают на камеру, да, и они что надеются, что они выложат это в интернет, и что, и проблема решится? Нет, проблема не решится, но вот вы возьмите, ведь не только вот педофилы, скажем, ну вот пацанов задавили, да, у нас же суд не судит, значит, люди начинают сами судить, потому что они верят судам. И ведь случаев таких много. Вы считаете, это нормально? Я считаю, это ненормально, но и выхода нет. Выхода иначе нет. Спасибо, звонок. Это ваша точка зрения. 708-502, набирайте вынос, тоже высказываетесь. Нет, ну вот действительно, Василий, получается, что сняли на камеру, да, выложили в интернет. Дальше то что? вот с юридической точки зрения мне интересен этот вопрос, то есть как это происходит? Ну на самом деле, вот все, что есть, это переписка какая-то непонятная из интернета, на каком-то чате или сайте, и видео, где человека, буквально, несколько огромных мужиков заставляют сказать, что он педофил. Да, но если, я одно бы могла понять, если бы на эти встречи они действительно приезжали с полицией, и его бы арестовали, да, и был бы суд. Здесь же ничего... Ну или в крайнем случае хотя бы отнесли эти ролики тоже сотрудникам правопорядка. Ну да, это было бы какое-то развитие событий, человеку привлекли бы к ответственности. вырванные из контекста видео, мне кажется, ни одним судом не будет рассматриваться как доказательство. То есть, ну человека на камеру можно заставить сказать все, что угодно. Кто знает, что там за кадром, кто там стоит и что у него в руках. Да, но при этом у них просто идея-то какая, я не могу понять. Вот ты снял на камеру, да, который ты думаешь, что вот он это совершил. наши журналисты еще тоже попытались дозвониться до главного героя этого ролика, да, некого 22-летнего кировчанина Алексея. Который как раз... Да, мы с ним списались в ВКонтакте, он нам сразу сказал, нет, это не я на видео, потом он нам сказал, что каким образом можно это видео удалить, не подскажете ли советы. Вот такой разговор у нас небольшой, краткий произошел, переписка. Ну а сейчас мы послушаем еще мнение Юрия Шлемензона, это руководитель комиссии по общественному контролю за деятельностью органов власти, правоохранительных органов и органов местного самоправления общественной палаты Кировской области. Юрий Львович, алло, алло. Да, да, я слушаю. Да, здравствуйте, прямой эфир. Обсуждаем опрос газете «Источник новостей». Охотники за педофилами это, ваша точка зрения? Я понимаю, что это общество возникло в связи с тем, что государство не принимает тех мер, которые должно было принимать в борьбе с таким негативным явлением, очень страшным явлением в моем понимании. Одно я видел при просмотре телепрограмм отдельных о том, как используется такая деятельность и то, что она в большей части даже наносит имеет положительный эффект. Единственное, что иногда меня смущало нарушение законов нашей страны при действии этих ребят. Хотя рамки как бы соблюдения законности в таком вопросе они хотя и существуют, но иногда они и перегибаются. Вот если бы это делалось в взаимодействии с органами правоохранительными, органами подключались, они эффективно для решения этой проблемой, это было бы не хуже, я считаю. О том, что ребята находят и таких людей, предпринимаясь к ним меры своего такого характера, я думаю, что это не так уже плохо, лишь бы это не использовалось для иногда некой, вы не говорите, конкурентной борьбе, но чтобы не опорочили действительно здорового и нормального человека используя такую технологию. Хотя вроде бы нормальный и здоровый человек не должен попасться на те методы и уловки, которые применяют эти ребята. Да ну ладно вам, от самой тюрьмы, как говорится, тут любой человек может попасть. не из другого. А ну представляете, к примеру, 10 человек они нашли действительно таких вот, которые являются. Я считаю, что их надо передавать в правоохранительные органы, конечно, там, я видел кадры, когда там их избивают. 10 человек нашли действительно. Я понимаю реакцию этих людей, она вроде бы такая здоровая реакция, но я бы все же старался их передать в правоохранительные органы, и потом уж просили, что к ним были приняты меры. Раз практически открыто, получается, что они нарушают законы нашей страны. Тем более, это очень педофилия одно из грубейших. Юрий Львович, ну вот смотрите, вы говорите о том, что вот правоохранительные органы не предпринимают каких-то действий необходимых. Недостаточно. Недостаточно работы, Но с другой стороны, мы в последнее время действительно видим, что очень много сообщений появляется от официальных органов, что там поймали, где-то еще поймали, ну, работа ведется и так далее. Ну, это говорит о том, что просто СМИ стали лучше работать, наверное, и доносят больше информации населения. Может быть, а как мы тогда можем оценить, все-таки хорошо они работают или плохо, если они действительно этих людей находят, к примеру? Хорошо, конечно. Мне вот еще что интересует, вот эти охотники за педофилами, они никоим образом на связь не выходят. Они и с правоохранительными органами не хотят сотрудничать, и со связью массовой информации. Ну, это понятно, нарушение закона, который происходит при воздействии на этих лиц. И они боятся подставиться. Понятно, да. Услышали мы вашу точку зрения. Спасибо большое за комментарии. Юрий Шлемензон, руководитель комиссии по общественному контролю за отдельность органов власти, правоохранительных органов и органов местного самоуправления, общественного палата Кировской области. Слушатель у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, алло. Добрый день. Представьте, пожалуйста, прямой эфир. Алло, вас очень плохо слышно. Вас тоже очень плохо слышно. Алло, давайте еще раз наберите на 708-502, может быть, связь будет получше. Времени остается не так уж и много. Если вам есть что сказать, ваша точка зрения охотники за педофилами, кто это? Это все-таки народные герои или же это преступники? Нужны они или нет? Если они появились, то это получается пробел в деятельности правоохранительных органов. Что вы думаете, пожалуйста? Звоните. Не забывайте еще про опрос. Если вы не проголосовали в газете, вы можете это сделать у нас на сайте www.hackero.ru Заходите туда. Не является ли преступником человек, который пытается предупредить преступление, приступая закон? Ну, такая корявая формулировка, но я думаю, ты поняла. Так или иначе, да, так оно и есть. Слушатель, все-таки, видимо, еще раз набрал нас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, еще раз добрый день. Представьтесь. Мне хорошо слышно или нет? Слышно не очень хорошо, поэтому давайте кратко. Значит, я что хотела сказать? Во-первых, это ребята правы, конечно, я их поддерживаю. Во-первых, вот в чем дело. Если сами матери, сами матери знают о том, что им подсказывают. Например, у меня был случай. Я горяю в иголоке, я уже вам сказала. Значит, моя дочь вышла второй раз замуж. И, значит, и этот отчим, потому что мне внучка написала письмо, и этот отчим я когда сказала матери, матери сказала, что вот, твоего ребенка, значит, и все. Она подходит к этому, к своему, к второму-то этому мужу и говорит, правда, что ты вот, значит, лезешь и это, трогаешь мою дочку. Конечно, он ведь отнекался. И в результате этого мою внучку 15 лет населил этот подлец. Он подох сейчас уже. Так о чем говорить? Причем тут полиция, когда сами матери, сами матери не могут это помочь своим детам. Мы поняли вас. Спасибо большое. Нет, действительно, на самом деле, часто бывает такое, что женщины молчат. Я думаю, что это не единственный случай. 708-502, звоните к нам, пожалуйста. Не молчите вы. Не молчите, да, хотя бы в эфире нам. Скажите вашу точку зрения. Говорим мы сегодня не о педофилах. Говорим мы сегодня о походниках за педофилами. Кто они с вашей точки зрения? Ну, все-таки по ходу нашего сегодняшнего разговора я прихожу к выводу, что половина из этих людей действительно просто развлекаются таким образом. Часть из них могут являться гипотетически преступниками, которые пытаются предотвратить эти преступления против половой неприкосновенности малолетних. И вот есть отдельный процент людей, которые состоят в этом обществе, которые действительно хотят этому обществу помочь выздороветь. Я не совсем понимаю, почему эти люди, которые хотят помочь нашему обществу выздороветь, они не идут на контакт ни с правоохранительными органами, ни хотя бы со средствами массовой информации. Ну, то есть, мне кажется, вот сколько я в интернете посмотрела, мне кажется, они даже такое амплуа себе создают, что мы такие вот недоступные сами по себе. Вот и сегодняшняя наша передача может быть по этому вопросу тоже первый шаг. И действительно интересный. Если полицейские захотят, они этих людей найдут. Ну, хотя, с другой стороны, я сейчас, может быть, отойду немножко в сторону. Помнишь, пропал мальчик, сколько там было, лет 12, на 5 дней. Полиция его искала практически неделю нашей. В итоге он оказался, оказывается, что он ночевал у своего друга все это время. То есть, как можно мальчика искать у друга 5 дней? Полицейские, это претензия к вам. Так что, но с другой стороны, если вы хотите, вы этих людей найдете, несмотря на всю их анонимность в интернете и так далее, и предложите им сотрудничество. Это было бы интересно. Вот как раз у нас Валерий Тарадеев, начальник отдела КАУ, управления МВД по Кировской области на связи. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим бы сегодня о теме у нас «Охотники за педофилами» это. И у вас я это тоже спрашиваю. Ваша точка зрения, кто это? Ну, это однозначно, это больные люди, либо те люди, которые, ну, как показывает практика, да, буквально вот в прошлом году у нас было заключено одно уголовное дело в отношении жителя Белой Холонницы, который непосредственно распространял материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних в сети интернет за определенное, ну, соответственно, вознаграждение. Вот. Либо это все-таки, как уже сказал, да, это нездоровые люди, вот. Либо это те люди, которые извлекают из этого доход. Однозначно, те и другие являются преступниками. Да, ну, мы говорим, видите, не о педофилах, именно о охотниках на них. Ну, то есть, вот о группе людей, которые в интернете выискивают этих педофилов и пытаются наказать по-своему, потому что не доверяют полиции. Вы как раз по роду своей деятельности, вы сталкивались с такими? Вы какую-то работу с ним ведете? Не только с педофилами, но и с охотниками за ними? Я понял вас. Значит, ну, как показывает практика, да, вот, непосредственно к нам, непосредственно к нам жители, допустим, нашей области не обращаются. Хотя, очень печально. Вот. Видят, определенные моменты. Это же распространение в сети интернет запрещенного контента. Вот. Такие люди появляются, это потому, что правоохранительные органы плохо работают? Вы знаете, может быть, это... Я сомневаюсь, что правоохранительные органы в этом плохо работают. Все прекрасно же знают, да, что порнография, в том числе и детская, она незаконная. Ну, запрещена. Запрещена она к любому распространению. Именно то, что является невосредственно та информация, которая содержит... Ну, это понятно. Да, Василий, ты хочешь спросить? Ну, значит, я говорю, за все время, которое я здесь работаю, значит, были факты о том, что упоминали, что да, в сети интернета, допустим, располагается данная информация, что, возможно, определенные люди этим занимаются. Но, как показывает практика, опять же, устанавливали мы этих не то, чтобы даже людей, а устанавливали место, откуда, допустим, может распространяться эта порнография. Вот, это... Да, но мы сегодня все равно больше говорим об охотниках. Валерий, вот неоднократно охотники за педофилами предлагали закрыть сеть ВКонтакте. Вот, кстати, с этим мнением согласны и священники. То есть, такое мнение, что ВКонтакте это рассадник педофилии. Вот вы согласны с тем, что нужно прикрыть сеть ВКонтакте? Совершенно с вами согласен. Значит, вот посмотрите, есть определенные моменты в других странах, ну, как, допустим, возьмем Северную Корею, Китайскую, Китай, значит, где на правительственном уровне на правительственном уровне все принято законодательство о том, что, значит, необходима система контроля именно за контентом. вот, допустим, как в Северной Корее у нас, для частного использования в этой стране создана замкнутая сеть, не имеющая выхода в интернет. Вот, но та информация, которая частному пользователю, в принципе, необходима там в обыденной жизни, она, в принципе, вся есть. И на правительственном уровне созданы организации, которые непосредственно Валерия, у нас время очень сильно поджимает. Вот я последний вопрос, очень кратко ответьте, пожалуйста. Вот вы согласны, как представители правоохранительных органов, сотрудничать с этими охотниками за педофилами? Конечно, конечно. Все, спасибо вам за ответ. Однозначно, да, однозначно на моем мнении. Время очень поджимает, Валерия. И всегда окажем любую помощь. Да, спасибо вам большое. Валерия Тарадеев, начальник отдела К, управления МВД по Кировской области. Результат опроса озвучим чуть позднее. Давай, наверное, мы сделаем в следующем часе, а сейчас послушаем новости. Да, и также расскажем, какой будет опрос в следующем номере газеты «Источек новостей». Ну, Ольга Болезина уже появилась в студии, сейчас будут новости. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Добрый день, в эфире новость у микрофона Ольга Болезина. Десяткам кировчан выдали пустые электронные проездные. 30 сентября закончился переходный период внедрения электронных проездных. Теперь воспользоваться льготой из-за проезд можно только при наличии транспортной карты. Не все кировчане об этом знали. В итоге некоторым льготникам приходилось платить по 15 рублей. Как сообщили в ЦДС, к ним с подобными жалобами никто не обращался. Однако, в пятницу и субботу кировчане столкнулись с другой проблемой. Филиалы Сбербанка выдали около 90 непополненных проездных. Связано это с техническим сбоем. Тем, кто столкнулся с такой проблемой, необходимо обратиться в ЦДС на Пятницкой-2 либо филиалы Сбербанка. В Кирове задержан карманик, орудовавший в 46-м автобусе. В течение последних нескольких недель в полицию поступило несколько сообщений от кировчан, у которых в общественном транспорте украли кошельки с деньгами. В большинстве случаев кражи происходили в автобусе 46-го маршрута на участках от Зонального института до кинотеатра «Октябрь». Одной из потерпевших удалось рассмотреть карманника и сообщить приметы сотрудникам полиции. Злоумышленником оказался 32-летний кировчанин, неоднократно судимый за кражи. Его задержали сотрудники ППС, когда пьяный мужчина бил и пинал торговый ларек на улице Лепсе. Карманик признал свою вину. Сколько именно денег он украл, неизвестно ему даже самому, сообщили в пресс-службе ОМВД области. Кировчан приглашает обсудить проект бюджета. Слушания состоятся 9 октября в здании номер один правительства области. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Департамента финансов. А сегодня проект документа о бюджете области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 рассматривает правительство области. Как и в предыдущие годы, прогнозируется увеличение как доходов, так и расходов областной казны. К этому часу все. В студии работала Ольга Балезина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Программа Дневной разортов Кирове. Светлана Удельна, Игорь Исев, Ольга Балезина все еще на студию. Ну, так как у нас есть целая минутка, можем спросить у Оли. Нет, я вот что хочу сначала спросить. Ольга, сначала ты говорила про проездные, что уже полностью вступает в силу эти изменения. Вчера зашли мы в как раз Сбербанк, огромные очереди. Да, таких вообще не помнишь уже. Во-первых, нужно, да, сначала ты не понимаешь, куда идти, сначала подходишь вообще разобраться, потому что две очереди, куда тебе вставать, зачем стоять, и объясняешь, что нужно пойти сначала в терминал заплатить денежку, при этом там сдачу не сдает, то есть тебе нужно сбегать сначала разменять, необходимую сумму туда, соответственно, положить. Это очень удобно. Взять чек, подожди. Взять чек, потом с этим чеком отстоять еще одну большую очередь для того, чтобы тебе эта, там, женщина тебе за этот чек пополнила твою карту. Ну, то есть это время, я не знаю, сколько уйдет на это. Главное, что ты хотя бы поняла, как это делается. Ну, вот, да. Давай быстренько у нас еще буквально несколько секунд. Опрос у нас в газете «Источник новостей охотники за педофилами». Что думаешь? Сегодня уже высказывалось такое мнение о том, что им действительно нужно, наверное, действовать в связке с правоохранительными органами, чтобы эта работа не была вне закона. Не была в пустую. Да, ну вот мы что, говорили про народных дружинников, ну вот почему бы это не объяснить? Полиция согласилась. Согласилась. На сегодня в прямом эфире сказали, да, хотим. Главное, чтобы сейчас эти охотники еще согласились. Охотники услышите. Ну и все. Только свяжитесь, обменяйтесь телефонами и уже созвонитесь друг другом и работайте. Результат опроса мы озвучим в начале следующего часа. Пока у вас еще есть несколько минут, зайти к нам на сайт www.hockeyro.ru и еще проголосовать.